Слава Украине! Привет всем от Полонского! К сожалению, с утра не успел, но лучше позже, чем никогда. Сегодня день похивцы в радиоэлектронной борьбе. Это специалистов по радиоэлектронной борьбе. И надо сказать, что вот эти войска, наши рэбы, это то, что держит наше небо. Потому что вы все прекрасно понимаете, что любые ракеты, любые дроны, которые Россия, так называемая Россия, шлет нам на голову, чтобы они все нас подорвали, это все управляется при помощи электроники, при помощи GPS-ов, ГЛОНАССов и так далее. Это все поглощает, излучает какие-то радиоволны, соответственно, является предметом для радиоэлектронной борьбы. То же самое, как мы шлем им. То же самое это связь, то же самое это забитие чужой связи и так далее. И надо сказать, что наши воины рэб как минимум не слабее рэбов в так называемой второй армии мира, от которой все ожидали, что она там сомнет Англию, Анцию, всех сомнет, победит Германию и завтра там дойдет на Португалию. Оказалось, что вся эта банда не может взять Бахмут вместе с рэбом ихним. Что их рэб, мягко говоря, не лучше нашего. А сейчас уже, наверное, хуже. Потому что, видя результаты, очень скоро поймете, что не только не лучше, а гораздо хуже. Потому что вот их дроны в Киев не долетают, а наши дроны в Москву долетают. Вот, собственно говоря, такая разница. Небольшая, но очень существенная. То есть, очень многих вещей нам не рассказывают. Нам рассказывают, что вот средствами ПВО было сбито, вот, например, там из 30 шахедов было сбито 25. А долетел только один. А где делось еще четыре? А четыре подавили рэбами, и они куда-то улетели. Куда, никто не знает. Каким образом, никто не знает. Но и нигде. Они, если их взорвались, то взорвались там где-то вот далеко. Вот так вот. И подобные другие вещи. Наши рэбы дают работать нашим пепелатцам различных типов на передовой. И не дают работать аналогичным БПЛА со стороны расшистов. Наши рэбы это то, что держит нашу армию современной, делает ее современной, соответствующей требованиям современной войны. И то, что ослабляет расшистов. Мы всегда, когда читаем нашу любимую рубрику, там последняя всегда цифра идет. Это количество уничтоженных единиц спецтехники. Если отбросить спецтехнику, которая имеет ввиду свою тяжелую технику, типа машин для укладки мостов. Их немного сейчас используется, вы все прекрасно понимаете. То в основном речь идет как раз о системах радиоэлектронной борьбы. Это то, что наши отрабатывают по ним. При этом очень важно спрятать свои. И еще один момент. Наши вообще уникумы. Потому что, если вот расшисты, они используют то, что создают их промышленность. Она не так-то много образцов создает. Но вот определенное количество образцов. Они идут по их стандартам. Они созданы институтами или производствами. Каждый из которых знает другого. И между ними гораздо проще установить какую-то связь, какую-то работу. А мы используем электронику украинскую, французскую, тайваньскую, американскую, немецкую. И это все нужно объединить в шведскую. Это в Великобритании, конечно же. Это все нужно объединить в одно целое. В одно целое. Это гораздо сложнее, чем объединить электронику, которая произведена родственными предприятиями в одной стране. И вы знаете, нашим это удалось. И вот эта вот сборная солянка, которая сегодня есть у нас, работает куда лучше, чем то, что казалось должно было работать гораздо надежнее, чем то, что есть у России. Вот так вот. Так что честь и хвала нашим РЭП. Это они вместе с ПВО держат небо. И не только небо, еще и землю.